здрасте всем привет это очередное видео с ответами на вопросы и вопрос такого плана короче говоря познакомился с женщиной ей 26 исполнилось закончила вуз на инженера ж.д. путей работает умеет готовить стирать и убирать хорошей хозяйкой судя по тому что я наблюдал наблюдал семья полная родитель вместе уже почти 30 лет сама она всегда уходила от их контроля 16 лет на теле опять на теле 5 татуировок на ягодице бедре талии зачем нам это перечислять наверное не надо среднего размера татуировки хотя женщина мозговитая но курит и матерится иногда не прочь напиться короче ты в моем понимании ты описываешь мягко говоря женщину которая просто изначально никак просто от слова совсем не подходит для женщины с которым можно было бы какие-то отношения построить там татухи вся в татухах причем сигареты алкоголь мат ну так и нормально так это привокзальный вариант такой купола на спину пола да и как-то меня родили мама и папа вот по ее словам первый секс был в 20 лет партнеров было немного ну там штук 800 наверное всего но за 26 лет она ни с кем не жила то есть просто встречалась занимались сексом а тут она после нескольких недель отношений предлагает съезжаться скоро с родителями познакомит если прямо это вещать и такие если что-то болит или раздражает может огрызаться и психовать вот нормально то есть она еще и помимо того что такая социальный элемент подачи психопатка у тебя да какая напоминает как бы полярный и полярочку да она так-то хорош на накурит материцы пьет мне она нормально но она огрызается психует или например в душ уходит с телефоном спросил зачем если она там моется так она психанул и швырнула в меня телефон сказав на смотри ты меня не ты мне не доверяешь как бы то есть для тебя это нормальное поведение у тебя еще после этого поведения есть какие-то вопросы еще добавить про души телефон циграем но опять же ты когда спрашиваешь у человека зачем тебе телефон в душе значит ты уже заведомо подозреваешь ее в каких-то не очень хороших поступках которые она может там совершить потому что это укромное место где она возможно с кем там переписывается и так далее если у тебя есть такие мысли есть на это основание тогда зачем вот эта вся история здесь как есть тебе не нравится просто что мы прочитали что мы вообще обсуждаем до после вот прочитанного мне кажется вообще обсуждать нужно только то через сколько минут ты с ней расстанешься наверно надо все-таки понять какой у него вопрос она швыряет в него телефон как бы потому что она знает что это можно делать если уж мы берем только о телефоне до речь там или орет на него то есть значит она знает что ничего никаких ответных действий с его стороны не будет хотя я просто спросил и знаю что там ничего нет потому что мониторил и доступ она сама давно дала к своему телефону реакция ее меня поразило хотя я просто спросил без каких-либо подозрений это бедный несчастный кто виноват ну по сути дела тут про выбор вопрос виноват ты в том что позволяешь женщине с собой так себя вести виноват в том что ты выбирал хотя ты не выбирал сто процентов вот стоп миллиард процентов если бы там было каких-то 5-10 девушек классных красивых то есть разных и у тебя был бы к ним ко всем доступ то мне кажется ты бы уже давно бежал от этой и у тебя бы сверкали пятки если ты конечно не сада мазохист не извращенец не человек который не ищет легких путей так далее по характеру прослеживается инфантильность это он про себя это он про нее пишет не знаю стоит ли съезжаться чаще вопросы конечно она детей хочет слушай ну есть что сказать просто я сейчас материться начну мне кажется в данном этом моменте это уместно будет ну то есть как бы если она хочет детей это это аргумент да или что то есть ну как бы не знаю она хочет собака вот которая там сейчас бежит где-нибудь по лесу там она тоже хочет детей может быть с собакой нужно съехаться нормальный вариант почему пудель неплохо выглядит с кудряшками вот она хочет детей с одной стороны семья у нее полная человек образован а с другой она поистерить может и легкомысленность иногда прослеживается про полную семью это вообще не показать естественно что конечно но если примитивно прям совсем рассуждать что наверное как сказать человек там из полной семьи опять же что за семья он может быть будет более там как вы любите говорить пригоден для отношений вы же женщину рассматриваете как вещь пригодная или непригодная вот с другой стороны я знаю тысячи примеров когда люди не из полной семьи и вырастают людьми я знаю людей которые из полной семьи и вырастают не людьми что скажешь то тигран вообще то есть критические есть не критические недостатки мне интересно дослушать какой же вопрос это уже есть вопрос то есть как бы с одной стороны семья у нее полный человек образован с другой она поистерить может теперь сомневается стоит ли с ней съезжаться или да стоит ли ему с ней съезжаться то есть здорово то есть мы должны за тебя принять решение стоит ли с ней съезжаться или не стоит то есть те недостатки которые в ней есть которые он сейчас уже видит кстати чуть-чуть да он считает что они не критически все надо определиться какие для тебя недостатки или моменты критические как критичные какие не критичные но и как бы со своим терпением тоже нужно поговорить сколько ты сможешь выдержать такое поведение и есть отношения к себе да ну мне есть вещи о которых очень сложно рассуждать потому что изначально я не представляю что вообще такая ситуация может быть чтобы женщина кидалась телефоном что фан там истерила бьет курит матерится в моей картины мира это вообще такое существует то есть такая женщина никогда не то что рядом там напущенный выстрел ко мне не подойдет тут написано короче говоря познакомился с женщиной мне очень интересно был бы процесс знакомства как он познакомился написал двум сотням женщин на тиндере из которых только вот это вот скажем некондиционная женщина решила ему ответить или как было или он познакомился он пошел там бомжей возле подъезда выгонять блять давайте сваливайте короче вы тут орете на соли тут не знаю везде лавку все обоссали о привет я там петя а как тебя зовут такти познакомился мне интересно как как тебе вообще угораздилась такой женщиной познакомиться это по поводу детей она детей хочет то есть для тебя это показатель того что ее намерение по отношению к тебе максимально серьезные искренние но как может человек хотеть от кого-то детей если этот человек мне нравится или она к нему ничего не испытывает то есть этот факт для тебя является каким-то индикатором что она к тебе хорошо относится но как по мне это наоборот показывает ее глупость сколько они знакомы две недели он писал если я не ошибаюсь две недели насколько я помню вот дверь на не знаю этот человек после двух недель предлагает тебе съехаться ну во первых что это делает женщина это уже для меня лично странно если хотя бы это было бы инициатива страны она бомжиха понимаешь как она образованная с полной семьи поэтому я думаю что то есть для тебя вот эти критерии важнее до ее диплом это что у нее есть мама и папа там они живут вместе а то что она хочет детей и в каких условиях эти дети будут вырастать ты об этом почему-то не думаешь что у вас там если сейчас по истечении двух недель там будет даже месяца как ты говоришь она истерит кидается телефоном вот поэтому на твоем месте ножи бы я дома держал только какие-то пластмассовые про топоры я вообще не говорим да потому что мало ли вдруг она окажется рядом с этим предметом не ну тут очевидно что человек он сам чувствует что что-то не так до что типа это не совсем то чего ты хотел потому что если бы это было совсем то чего ты хотел вряд ли что ты бы наверное сейчас этот вопрос задавал здесь и это описывал ну ты бы сказал ну и ладно оно же так должно быть это уже очень важный критерий понимаешь что если все вот так и я еще раз убежден что если бы у тебя был хоть какой-то выбор а выбора у тебя нет только благодаря тому что ты сам себе его награничил внутри своей головы ты бы сто процентов никак не связался с этой женщиной если бы у тебя вопрос звучал так что слушай потусить бы мне с ней выходные или нет но я бы на искал ладно если хочешь уж совсем больше не с кем-то давай но когда ты спрашиваешь типа мне вступать в отношении с этой женщиной или нет ну ты что хочешь от нас услышь это значит это как про качек голодный ему вот с пола подберут это так вот отряхнут там сосиску пожеванную какую-нибудь не знаю скажет на пожари он ее с удовольствием съест скажет да блин вкуснее черной икры какая она классная да когда человек хотя бы в состоянии там купить себе еду и у него есть такая возможность он уже наверное будет выбирать он будет говорить блин что-то мне вот это пожеванная сосиска в татуировках матом ругающиеся и кидающиеся меня телефоном не особо заходит не совершайте ошибки как бы мораль этого видео такая что если ты изначально видишь что что-то тебя не устраивает не надо самого себя обманывать и думать что но ведь блин это все пройдет или она перестанет или это мелочи или там я с ней поговорю и потом она перестанет ничего не пройдет если это сейчас на самом начальном этапе отношений происходит то поверь мне с каждым следующим днем когда она все больше привыкает тебе и расслабляется это полезет еще больше еще больше еще больше а потом еще и вы не дай бог заведете детей которые потом естественно после вашего развода будут жить в неполной семье это уже косяк то она будет еще больше позволять себе с тобой так себя вести поэтому до задумайся ты в очень большой опасности потому что если такие вещи тебя не смущают но есть смысл задуматься вообще ты когда пишешь за ней прослеживается инфантильность какая-то но как по мне это ты инфант причем слепой не просто инфанта еще и слепой слепо глухо немой инфант это ты находишься внутри вулкана понимая что он проснулся и скоро будет извержение а ты говоришь а есть вариант его как-то заглушить чтобы они пописаны на извержение не было вот и пытаешься всякими способами это неминуемый процесс взрыв будет тебе бежать надо оттуда а ты стоишь ждешь чудо это точно чего ты хотел в жизни ты как говорят не ждите чудо чудите сами короче ссылка на ближайший тренинг практика здесь где мы исправляем вот такие вот твои косяки вот и пишите вопросы под видео будем на них отвечать вот этот вопрос интересный правда он как бы для меня он шокирующий как вообще он еще может этот вопрос вставать у человека в голове да или нет ты стоишь тебя не знаю нога загорелась такая короче начинает подниматься плаве да ты говоришь такой были но как бы в принципе огонь не так опасен для человека неплохо можно еще и вторую ногу поджечь окей поджигай все увидимся до новых встреч